Какие инструменты нужны? Первый важный инструмент это старбокс Я взял свою сумку рабочую Взял свою сумку Первый это старбокс Самый главный инструмент Берете, покупаете альбом фотоальбом Вот такой альбом Такое количество страниц должно быть чтобы влезли туда все наши ароматы Так как я еще работаю Я построил за 7 лет большое количество клиентов За 7 лет работаю в Москве Я сейчас присоединил несколько ароматов ЛР к моей коллекции Потихонечку начинаю расширить линейку Закрыть сейчас всех моих клиентов за 7 лет Вы понимаете, что это бездомно Пассивный доход, стабильные деньги Отчасти пассивный доход Так вот, как надо делать альбом Берете, покупаете альбом Фотоальбом Желательно строиться, чтобы были поплотнее Потому что есть альбомы, которые сапливы и очень быстро рвутся Альбом я за ним работаю Со дня подписания ЛР Я взял два каталога больших Разрезал их На картинке вставил вот сюда Картинки ароматов И очень важно сюда вставить описание ароматов Потому что люди их читают Для меня проще понюхать И не важно, какой там состав Нравится или не нравится Но есть люди, которые читают, какой там состав Так вот Берете этого каталога, разрезаете Вставляете в альбом И делаете вот такие блотеры Ну, это здесь блотеры из Моей компании, можно из ЗНР В общем, это не принципиально на самом деле И вставляете все абсолютно сюда ароматы Какие у нас есть Это будет основной метр работы Теперь Брызгайте сюда один разочек всего лишь Из Старбокса Один раз брызгайте Чуть-чуть вот так Постояли, чтобы Ну, немножко, да, открылся И вставляете Альбом достаточно заряжать всего лишь Один раз в две недели На самом деле они могут много держаться Месяц-полтора Но я рекомендую заряжать один раз в две недели Потому что когда вы свяжаете ароматы Продажи сразу повышаются Я это заметил Как только зарядил Больше продаж Может, ну, чуть-чуть выдыхается Вот На самом деле ароматы стойки очень хорошие Вот это первый метр работы Почему я не брызгаю сразу Из Старбокса людям аромат Во-первых, например, взять женских ароматов Около двадцати штук Женских Представьте Может быть, из двадцати Понравится два-три Вы начинаете брызгать те, которые не нравятся Рецепторы Вот эти обоняния Они очень быстро устают Брызгать один аромат Не тот, человеку не понравится Вторую брызгами сразу никто Третий Он уже его не чувствует Четвертый Он вообще уже не понимает В итоге, получается Человек ничего не понял Нанюкался всего того, чего не хотел И продажа не состоится Не состоится Представляете, сколько нужно нам Набызгать ароматов Вытер и так далее Поэтому Да и потом Это экономически невыгодно То есть, с одной стороны Человек не поймет Не дойдет Этот аромат, который ему понравится Второе Это экономически невыгодно Каждому встречному брызгать из пробника Поэтому Есть такой уникальный инструмент Блоттер Это легкий ароматик на блотере Где человек может отсортировать Ненужные ему ароматы И те, которые два-три аромата ему понравятся Только после этого могу предложить Если хотите Если хотите Я могу брызгать вам ароматик На запястье То, что вам понравилось Некоторые люди Просто с блоттером Покупают аромат А некоторые люди Они берут Да, они говорят Хотим брызгнуть Вот Или бывает человек сомневается Не знает То ли это, то ли это Брызгать что-то другое Беру два Все Там уже включается эмоция Когда человеку брызгаете вот сюда У человека сразу включаются эмоции И вот захватывает аромат Тем более Вы брызгаете только теми Которые вам понравились на блотере Понимаете, да? Значит Дальше Я с собой Нашу, например Ну вот здесь У меня Вот они пять ароматов Например Мужских Классик Обязательно в таком пакете Или в пакетах Нужно засовывать Потому что Я человек педантичный Аккуратный И для меня важно Чтобы коробочка была В идеальном состоянии Но я все равно их каждый день продаю Вот такие пять ароматов Я на ЛР Я в ЛР приезжаю Каждый божий день Сокупать новый аромат Бывает два раза в день Не закупаю Ну что-то там бы человек купил И вот я постоянно Дополняю эту коллекцию С собой беру И как правило Скажем Женские ароматы Где-то порядка Сейчас вам скажу Порядка десяти ароматов с собой Купить Потому что у меня люди спрашивают Что у меня там продажи нету А потом Я не знаю Давай поговорим Так так А ты в духе вообще с собой носишь? Представляете Я Я был в шоке Как можно Открыть кофейню И людям скажут Приходят клиенты Говорят У нас пока кофе нету Пока еще не купили ничего Вы пока сядьте Мы сейчас уже сбегаем И принесем вам кофе Что вам люди скажут? Ну что Ненормально что? Поэтому нужно с собой всегда брать Ароматы Многие люди боятся Купить в сумку ароматы Они инвестируют Страшные деньги И вдруг Никто не купит ароматы И они все Они остались ни с чем Представляете Какая Я иногда с такими вещами Ну сталкиваюсь Так вот Значит Первое Это Вот такой бомб Значит ароматы непосредственно Должны в сумке И еще Одна интересная вещь Так Где Ребята Нет Я купил такую коробочку Здесь у меня лежат ночью из той компании Чуть-чуть И вот Эллорусские все лежат Значит Сюда покупаем новые пробники Новые Эти пробники идут на продажу Значит На том видео, которое вы слушали 40 минут на нашем Да? В кафе Я пробники продавал на 150 рублей Последние недели 2-3 Недели 2 Я их продаю уже по 200 рублей Значит С каждого пробника и лорусского Вы зарабатываете 160 рублей Вы за разговор Берете деньги Первое Второе Вы даете рекламу человеку Продукты И он вам через несколько дней Больше вероятности позвонит Не все конечно вам позвонят Или когда вы придете снова к этому человеку Опять предлагают духи То он вспомнит вас И да классные духи Давай что-нибудь возьму Поэтому смотрите Очень классная вещь Если у вас коленки трясутся И вы не сможете продать там Блакон за тысячу За там Ну там до двух тысяч у нас То Блони Всегда продадите Любой сможет Вы просто разговариваете Ну попробуй Вот Поэтому НЛРовские ароматы я делаю Чуть-чуть выше цены То есть например С НЛР классик Все ароматы я продаю По тысячу По тысячу сто Потому что это нелегкий труд Они будут ходить с утра до вечера И когда вы это сделаете Вы будете ценить Дороже себя будете ценить И все у меня ароматы Немножко дороже На 250 на 300 рублей Есть люди которые хотят скидку Они ни за что не купят Пока вы не сделаете скидку Просто из принципа Но не вопрос Давайте сделаем скидку 50-100 рублей Не вопрос Вот Теперь дальше По конструмену сказал Способы продажи Теперь С какими словами я веду У меня есть один волшебный вопрос Я беру сумку с собой Есть один волшебный вопрос Дух интересует Дух интересует Никакой другой вопрос Я раньше задал разные вопросы Много Вот такой Много лет назад Но потом я понял Что я просто Трачу энергии на лишние буквы И вот это все Когда вы много раз Много разговариваете Ваш значок Как можно меньше говорить Чтобы сэкономить свою энергию Я Все эти всякие разные тексты И клубампасты У меня силы их двух словам Дух интересует Дух интересует Что мы делаем этим образом Во-первых Мы ансортируем, мы ищем людей, кому интересно вообще поговорить о духах, попробовать и так далее. Если человеку неинтересно, вы так и так можете подходить, это бесполезно. Дальше, что я говорю? Человек спрашивает, а что у вас за духи? Я говорю, ну так как я работаю с двумя коллекциями, я говорю, вам женские или мужские? Человек говорит, например, мужчина говорит, у меня мужские нужны. Я говорю, окей. И у меня уже работа на тексте есть. Я говорю, у меня новая немецкая коллекция на рынке Трегона совсем недавно. Собой у меня есть, я говорю фразу, с собой у меня есть, например, 5 ароматов, коллекция есть 10. Давайте я вам покажу, какие ароматы есть с собой. Я беру свой альбом, открываю и говорю, вот у меня есть 5 ароматов, я сейчас вам покажу. То есть человек заранее знает, сколько у меня ароматов с собой есть. Я говорю, есть всего в коллекции с 10, если что-то не понравится с собой, я сразу же привезу ароматы, те, которые понравятся. Я даю, я альбом всегда держу в своих руках, это тоже проверенная вещь, техника. Я держу в руках альбом и протягиваю человеку блотер, он берет в руки и пробует. И человек уже говорит, да, мне это интересно, неинтересно. Есть люди молчат, молча не будет. Я говорю, как это запоминать, не запоминать аромат? Он говорит, да, нет, вот это не надо запоминать. Ну, следующее, вот это как, запоминать, не запоминать? И что-то я могу про аромат сказать, например, древесный там, а это такой-то аромат. И таким образом я даю человеку пробовать аромат. Значит, когда человек говорит, какой вам из этих двух понравился вот это, я говорю, он нести его на руку. Он говорит, ну, кто-то говорит, нет, кто-то говорит, да, ну, что на руку, что понравилось. И после этого можно обязательно закрыть сделку, ну, или разговор, или закрыть разговор. Я говорю, что вам понравилось, какой объем, и так далее, люди вам сразу скажут. Если человек часто готов купить, я обязательно задаю вопрос, когда готов? Он говорит, ну, чуть попозже, когда попозже вы хотите купить? Я должен закрыть разговор. Ну, например, на следующей неделе. В какой день? Я говорю, если хотите, я никогда не навязываю, если хотите, могу вас записать ваш телефон. Вы звоните, вот там, в среду, когда он сказал. И позвоните вам снова, он говорит, да, нормально, отлично. Я говорю, если хотите, я могу записать и позвонить вам. Он говорит, да, окей. Я записываю его себе, ну, сейчас у меня блокнот электронной книги, я записываю его себе блокнот. Потом я могу позвонить, и обязательно в тот день я звоню, если там сказал, до какого-то, до обеда и так далее. Я звоню этому человеку, говорю, здравствуй, Антон, помните, вы хотели купить духи? Вам сегодня их привозить? Прямые вопросы, без всяких вот этих всего. Конкретный вопрос. Это Антон, помните, вы смотрели духи? Вам понравился какой-то аромат? Вам сегодня, вы хотели его сегодня купить? Вам сегодня его привозить? Понимаете, все. Человек говорит, да, привозить. Или, ой, я сегодня не готов. Окей, когда готово, тогда-то. Вам перезвонить? Снова перезвонить, кто говорит, да нет, вы знаете, я что-то вообще пока не готов с духами, давайте я вам сам позвоню. Хорошо, запомните мой телефон и так далее. Я никогда не навязываюсь людям. Дальше. Я обращаюсь, но с техникой разговоров примерно понятно же, да? Значит, если люди вам говорят, ой, я не верю в Германию, это не Германия, там, например, я не знаю. И я снова утвердительно говорю, говорю, да, утвердительно, твердым, четким голосом, говорю, да, это действительно Германия, новая коллекция, там, с нами могут там работать, там, звезды, так далее, могут с Арбоксом портретом показать, да? Я говорю, да, действительно, на самом деле это не так важно, я вам серьезно скажу, только ваша уверенность влияет на продажи. Я говорю, да, действительно, Германия, если вы вдруг сомневаетесь, вы можете взять, попробовать себе пробник, он стоит всего 200 рублей, попробовать пробник, и я свой контакт поставлю, я говорю, я работаю с духами, ну, моя шикарная фраза, я с духами работаю 7 лет, я работаю только с качеством, говорю, с мусором я не работаю, потому что, ну, вся Москва работает с Кавацупольской, Мариной Рощей, говорю, я с таким мусором не работаю. Я работаю, работаю с оригинальными, качественными ароматами. И вы знаете, как приятно, когда я приезжаю на рынок, ну, где-то, на многих рынках меня уже знают, просто, я появляюсь с лицом, я просто иду в кафе покушать, а я говорю, а духи у тебя есть у них? Я говорю, сейчас я пойду покушаю и приду. Многие люди меня знают, если рядом человек меня никогда до этого не видел, новенький, он начинает сомневаться, другой, с другой палатки подходит, говорит, слушай, у этого парня класса всегда духи, бери, они дороже, чем это не Севастопольск эти, бери, и все. И вот это мне приятно, то есть, мы имя ассоциируют с качеством, это очень приятная вещь. Значит, это мы сказали, дальше, обращаться ко всем, это я сказал, обращаться абсолютно ко всем, это без исключения. Я обращаюсь к стареньким бабушкам, которые торгуют укропом. У меня есть женщина, у меня есть очень старенькая женщина, у меня есть дедушка, которая раз в два месяца звонит, берет заказ на 5000 рублей. Куда он берет, я не знаю, но есть дедушка, которая реально прям уберет, есть бабушки, которые берут очень хорошие духи и платят очень хорошие за эти деньги. Не думайте, что бабушка, у нее жизнь закончилась. Вот, я обращаюсь ко всем подряд, исключение только дети, все. Причем для меня они имеют национальность, есть люди, там, я не знаю, ну, есть казахи, таджики, ну, разные люди, там, дворники даже, которые на рынке. Я обращаюсь вообще ко всем подряд, потому что он у вас может как минимум, а, купить пробник. Есть люди, которые там на луну, нам вообще разговаривать непонятно, они как минимум могут купить пробник, я могу оставить свой телефон, обязательно всем оставляю свой телефон. Так, дальше, да, я сказал, никого не уговариваю, я никогда никого не уговариваю, никогда, никого. Интересно, смотрим, интересно, я иду дальше. Какие-то сомнения, не вопрос, возьми, да, действительно, это вот это, что я продаю. Вот, если сомнения есть, возьми пробник, попробуй, если опять он сомневается, все, ребята, я пошел. Значит, дальше, закрытие разговора, я сказал, какой доход можно заработать? Какой доход можно заработать? Значит, у меня есть, скажем, план, который, несмотря на что, я его сюда выполнил, то есть это цифра, которая упала. Он потихонечку у меня помешался. Это среднестатистическая, то есть это каждый день минимум 2 500. То есть 30 дней умножить на 2 500 получается сколько? Числим 2 500. 75 тысяч рублей за эту цифру, меньше которой я не имею права заработать. То есть я себе дал установку, что каждый день я должен заработать минимум 2 500. То есть начинается месяц, я себе пишу. Каждый день 2 500. Если по каким-то причинам мой план выполняется, я сделаю все, чтобы он выполнился. Но если вдруг я не забрал эту цифру, на следующий день я добираю эту цифру, вписываю в блокнот эту цифру, потому что каждую цифру я записываю себе в блокнот обязательно. У нас какого времени еще? Отлично. Каждый день я вписываю в блокнот эту цифру. Таким образом, это минимум 2 900. Но если я... Я могу себе строить турборежим. Выключаю. В этот телефон. Телефон. Значит, я могу включить турборежим. Значит, например, как со встречи, когда мы встретились с Марианом и Степкой, я работаю в турборежиме, называется, это я за 4 недели поставил себе планку сделать чистыми 140 000 рублей. Значит, 140 000 рублей у меня была планка 4 000 в день. Ну, была планка чуть поменьше, просто у меня была цифра минимум 4 000 в день. Но я себе сказал, что я готов вставать в 6 утра, я готов приезжать в 12 часов ночи, потому что у Москвы я работаю торговцом, есть центр, который работает круглосуточно. Если поставить планку, работать без выходных, отдать все силы, какие только можно практически. Ну, не всегда я вставал в 6, конечно, там в районе 8 часов утра. И в итоге, да, я это сделал, я заработал за эти 4 недели 140 000 рублей, планировал минимум 120. Но если сегодня запланировано, то есть я планировал 30 дней, каждый день 4 000, но если цифра больше, на следующий день все равно 4 000. Больше она может быть 8, 7, 10. В следующий день опять минимум 4 000, опять минимум 4 000. И так я контролирую каждый день, который я это делаю. Вот, если более спокойный темп, это в районе 100 000 рублей. А если, например, совмещать со встречами и ЛЭП, то это, ну, в районе 75 000 рублей, потому что на встречу уходит время на мероприятия и так далее. Но это тот режим, меньше которого я себе поставил нельзя, меньше абсолютно никак. Вот, но вот эта штука с вами продаж. Если вы хотите, мы немножко еще поговорим о дисциплине. Есть? О дисциплине. О дисциплине. Давайте. По продажам есть вопросы? Какие люди общаются? Просто как вы на интернетскую базу как ассистентизируете? Как часто обращаетесь? Вот смотрите, у нас в Москве примерно 120 рынков, и я по кругу хожу. Я не записываю людей телефона, только записываю в том случае, если человек хочет купить мне духи. Например, договорюсь на завтра, я записываю телефон и звоню. Как только купил, я ему телефон не запоминаю. Люди мне сами звонят. Либо они у меня снова опять покупают. Но есть несколько человек, которые мне берут, там я знаю, что они опять мне позвонят. И есть люди записаны на моем телефоне, они обижаются, что Антон, что ты опять не запомнил мой телефон. Ну ладно, извини, все запомню. То есть люди сами мне обращают. Как структуру строить? Структура, я не за этим сюда приехал, ребят. Мы по продажам сейчас можем по дисциплине поговорить, да? Нет, я не буду как связывать это все. Но это другая немножко тема. Мы сейчас приехали по продаже, правильно? Да, да. Это другая тема совсем, да. Антон, а вот интересно, когда вы работаете чисто по фото, а не по фото, да? Вы продаете фото, чисто по фото. Вы как презентуете саму компанию ЭЛЭРа? Кроме того, что она просто немецкая и все? Нет, никак не презентую. Я просто говорю, человек говорит, какие у вас духи? Я говорю, у меня новая коллекция, немецкая, высококачественная. Есть 10 ароматов в коллекции. Всего 3 года на рынке. Это все, что говорю. Новая, немецкая, качественная, 3 года на рынке. Я больше ничего о компании не говорю. Ну, еще там скажу человеку, что я работаю с духами 7 лет, работаю только с качеством. У меня с тобой есть 10... У нас в коллекции есть 10 ароматов. Ну, например, мужских или 20 женских. Я вам покажу, какие есть с собой сначала. Окей? Человек говорит, окей. Я каждый начинаю давать ему, и он уже спрашивает, что и как. А тут можно самопродаваемые мужские и женские топливники? Значит, смотрите, самопродаваемые. Вы погрызгите все ароматы себе на руку. Это ведет несколько дней, чтобы вы прочувствовали. Всего 3 ароматы. На вашей практике. Я вам объясняю вопрос. Вы погрызгите ароматы те, которые вам лично понравятся. Вам лежит душа, вы чувствуете, что вам нравится, точно пойдет. И второе, самопродаваемые. Но у меня, на самом деле, нет таких ароматов самопродаваемых. Вот, все, что с собой, это будет располнено. Либо человек может заказать еще что-то. Но нет таких, честно, правил, абсолютно. А если вы на свое ощущение приходите в центр продаж, какие ли именно ароматы вы в себе в сумочку уберете с собой? В центре продаж. Смотрите, у меня есть альбом. У меня тоже есть альбом. Какие штуки вы берете? На ваши ощущения. Что вы берете с собой? Я просто беру 5 ароматов. Не заборачивайтесь. Если человеку подарит что-то другое, я продаю на другую. Любимчиков нет у вас в бренде? Каким сам пользуешься? Я сам пользуюсь Ниагара. Мне очень нравится Ниагара. Раз. Мне очень нравится Рахмюллер. Мне очень нравится Брюс Виллис. Брюс Виллис, возвращаясь в второй раз, он мне очень нравится Брюс Виллис. Такой жесткий мужской аромат. Жесткий классический. Первый. Вот эти мне ароматы очень нравятся. Шекенберг хочу попробовать еще. У меня один аромат уходит за 2 месяца. Я беру флакон, открываю. Ровно 2 месяца мне его хватает. Еще какие-то. А стоит такой вопрос бытового характера. Задают ли люди вопрос, почему отсутствие следа на упаковке, и что вы на это включаете следа? Знаете, все вопрос в вашей уверенности. Я где-то услышал, когда я был в шоке. Блин, ты че себя? Почему мне так глянки? Как-то непривычно. У меня была первая мысль, сомнение. Блин, а вдруг это люди будут меня задавать? И какие-то тормоза включатся. Я удивился. У меня, вот я с лэрским ароматом работаю 3 месяца. У меня в прошлом оборот на 5 ароматных лэр мужских, тысячу баллов оборот. Мне за эти тысячу баллов заплатили 7 тысяч рублей. В этой компании такие деньги не платят, офигелы на самом деле. За личный товар оборот за тысячу баллов заплатили 7 тысяч рублей. Представляете? Так вот. По поводу упаковки я где-то услышал, то ли в центре стоял и так далее, что немцы борются за качество. Поэтому они пленкой не травят небо, не коптят. И вы знаете, у меня за все это время, за 3 месяца работы с лэрскими духами целенаправленно, только 2 человека задали этот вопрос. Я просто, когда человек говорит, что здесь упаковки нет, я говорю, вы знаете, в Германии борются за экологию, у них нет пленки. Тем более вы сейчас, плюс в том, что вы сейчас прям можете мне открыть флакон, побрызгать, посмотреть, что здесь все настоящее. Есть проблема, когда есть пленка, люди говорят, откройте мне флакон. И вам уже открыт флакон, это все уже открыл, уже все конец, понимаете? Поэтому вот наоборот люди достают, а можно посмотреть, достаете. То есть вообще не проблема на самом деле, как оказалось. Но я думаю, что будет какая-то проблема. Сможете зайти в новый популярный магазин и увидите, что на сегодняшний день уже очень много других популярных брендов без пленок. Это не заинтересоваться только без пленки. Это не дополнительный налог, который компания платит на вот эти целый флакон. В магазин другим не ходит. Да, то еще вопросы? Выписывайся, да. Спасибо.